итак дорогие друзья я приветствую вас на своем канале сегодня я вам покажу как настроить OBS и для записи и для стрима это будут лучшие настройки заходим в настройки переходим в раздел вывод и смотрим здесь интересующие нас параметры первым делом нас интересует управления битрейдами здесь у нас есть два параметра которые которые нас интересуют это cbr и без потерь сейчас объясню что это такое cbr это плавающий битрейд то есть программа сама регулирует сколько нужно ставить битрейд в конкретный отрезок времени то есть по игровому процессу по записи она регулирует битрейд там где нужно больше битрейд она поднимает там где нужно меньше убавляет и есть у нас параметр без потери это означает что OBS будет записывать или стримить видео в 51 тысячу килобит в секунду это очень большой битрейд и не у каждого конечно видеокарта или процессор справиться с таким битрейдом очень сильно нагружает систему но если у вас допустим карточка 20 серии или 40 серии и даже и и третья серия тоже справиться с этим да что уж там все раньше у меня была и 1060 и она тоже неплохо справлялась большим битрейдом но ничего не скажешь конечно про другие настройки на более слабых картах потому что как известно у нас OBS от старой версии сильно отличается по плане требования к железу очень сильно нагружать стал поэтому если карточка допустим битрейд еще вытягивает то другие настройки уже как бы так знаете с трудом дальше вот у нас я выставил у себя cbr и поставил битрейд вручную то есть 40 тысяч килобит в секунду мне этого хватает также ставим интервал ключевых кадров так 2 у меня здесь стоит именно двоечку ставим такой общепринятый стандарт вот эти настройки мы не трогаем это вот это так а вот здесь у нас мы ветер выбираем кодировщик потока вот эти вот три раз два и три это для видеокарты и вот это по моему 2 это тоже для видеокарты можем стать или какой-то из них для процессора я уже не помню но это можете принципе загуглить сами единственное что вот это вот именно для nvidia вот этот и вот этот вот это сейчас у нас конкретно под 40 серию работает потому что 40 серия сейчас у нас видеокарт умеет кодировать в av1 а вот этот вот x264 у нас для процессора я его не использую потому что на картах nvidia в принципе есть свой нормальный кодировщик который совсем со всеми задачами необходимы справляется и какой смысл и у меня стоит nvidia nvnk h264 так это у нас здесь параметр кревших звука по стандарту стоит отца его изменить нельзя дальше у нас масштабирование это мы отключаем это в каком именно формате нам воспроизводится конкретно у меня стоит тоже вручную все видео вот здесь поставил мне какое разрешение монитора такое собственно мы разрешение и выдаем если вы допу и здесь обязательно еще ставим кстати 60 кадров что у нас была плавная картинка ну и соответственно фильтр масштабирования здесь тоже не требуется если вас совпадают разрешение но если допустим разрешение изменяется на ставим самая высокая у нас метод ланцов и типа четкое масштабирование 36 выборок но нам это не нужно так у нас все с этим в порядке один и по поводу того что если вы допустим стримите если у вас разрешение full hd а вы хотите более четкую более нас и хорошую картинку получить то вам обязательно из full hd нужно стримить в 2к у вас получается базовая будет холст full hd а разрешение выхода масштабирования вы можете сделать к примеру 2к если у вас оборудование позволяет это делать так ну по поводу вывода у нас здесь битред я уже рассказал цпр уже знаете что такое интервал ключевых кадров у нас 2 ставим предустановка у нас качество получается самая медленно это самое лучшее качество видео будет и принципе какую бы из этих вы настроек не выбрали я думаю что вас это устроит и меня тоже если не просто шумня видеокарта как помощь на она позволяет выбрать самую высокое качество ну разница я особо не заметила я стремил и на тройке и четверки на пятерке на шестерке и остановился на семерке так как просто могу это себе позволить поэтому сказать что качество как-то сильно поменялось не особо здесь у нас самое главное все зависит от битрейт чем выше битрейт тем выше качество видео профиль предустановок у нас хайк самый высокий стоит здесь предугадывание кадров тоже все галочки ставим вот этот параметр нам не интересен за исключением случаев когда у вас допустим две видеокарты в системе на одной вы стримите а на другой играете у нас нолик это получается первый слот а единичка это второй слот на материнское платье вот так это считается максимум бэк кадров у нас можем поставить допустим четверочка обычно здесь ставят двоечку ну я чуть-чуть как говорится типа схитрил четверочку поставил чтобы было лучше изображение в аудио естественно выбираем свой микрофон и хотя она здесь и по умолчанию уже стоит у меня к примеру микрофон фифа есть еще брат каст выбирайте свой и ставите здесь ничего в принципе сложного нету это я вам уже показал так аудио заходили 48 килогерс ставим самое высокое чтобы было хорошее качество звука 2 к 1 вот это вот нам тоже кстати не надо достаточно просто поставить стерео что касается трансляции я думаю уже в курсе дела как как ключ ставите все вот это вот все вам объяснять это не нужно здесь мы можем по стужи цвета выбирать различные ну и у меня по стандарту допустим street in v12 8-битный до этой картиныцы здесь не выбираются цветовое пространство srgb или рек 709 это у нас инвидиевский и для того чтобы в игре людям когда вы стримите чтобы там не было прямо когда в темные места в игре попадаете чтобы хотя бы что-то было видно нужно стоять ограниченный кстати диапазон они полно потому что если поставите полный то в темных комнатах люди вообще ничего не увидеть собственно как и вы потом на видео тоже вряд ли что-то будете видеть поэтому ставим ограничен обязательно так здесь нам ничего не надо внешний вид у нас яме стоит дефолт все пап все говорится по дефолту так что касается записи еще говорила запись у нас ставим обязательно mp4 там есть еще форматы флв мкв ну я вот выбрал mp4 формат у меня также кодируется на nvn кин и же 24 здесь по стандарту ставим mp4 акции ничего больше не нужно галочку ставим звуковая дрожка можно первый поставить вот все остальное у меня тоже здесь стоит кстати cbr максимальная предустановка потом также ставим ключевые кадры 2 ну единственное что у меня здесь битрест и 25000 килобит в секунду и как по мне этого достаточно для 2к за глаза хватает так двойную право здесь в принципе все то же самое ничем не отличается то есть так что у нас тоже предугадывание тоже бы кадры есть все это в общем то я вам уже рассказал и битрейт можете смело выставлять когда стимича единственного то если вы будете стимите на twitch то там максимальная по моему 6 тысяч килобит цена для full hd больше они там не дают на ю тубе можно вплоть при любом разрешении даже если full hd будете стримить можно выставлять пятьдесят одну тысячу килобит секунду и ничего вам за это не будет youtube не штрафует то есть все нормально единственное что больше битрейт смысла нет ставить потому что youtube ну больше просто не пропустит вот он 50 одну там максим пятьдесят две тысячи меток скачет и не больше поэтому больше нет смысла ставить да и к тому же больше уже как бы и ваши сети не потянет зачем у меня например интернет 100 мегабит в секунду и вот 51 тысячи килобит за глаза хватает так что есть и дорогие друзья вам это видео было полезным обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и также можете писать комментарии спрашивать задавать вопросы по поводу lbs а может быть отвечу я а может быть кто-нибудь еще всем спасибо за внимание пока пока